Под заголовок. Маркс и Гоббс Восла. Марксизм незримо участвовал в переговорах Восла, поскольку они строились на примате экономики. Точнее будет сказать, что переговоры Восла проходили под влиянием «парамарксизма», ибо переговоры Восла были также упражнением в «разрешении конфликтов», в отличие от марксовой доктрины революции. Понятие «разрешение конфликтов» может быть выведено из исходной предпосылки политической теории Гоббса о том, что насильственная смерть является величайшим злом. Страх насильственной смерти и стремление к самосохранению и комфортабельной жизни заставляет человека стремиться к миру. Гоббс не только отрицал вечные муки, провидения и рай. Он был первым системным политическим философом, который поставил буржуазную или утилитарную мораль на место аристократической гордости и чести. Именно по этой причине целью государства для Гоббса является мир любой ценой. Гоббса можно считать предшественником капитализма, который поощряет стремление к безграничному накоплению богатств или корыстолюбия. Гоббс не только верил, что деньги – это кровь государства, но и нападал на традиционную доктрину, гласившую, что алчность – это порок. При помощи Маркса, отца социализма, и Гоббса, предшественника капитализма, мы готовы рассмотреть ментальность, легшую в основу переговоров в Осло. Ныне хорошо известно, пока в Вашингтоне шли открытые переговоры между Израилем и арабскими палестинцами, в Осло представители социалистической рабочей партии вели тайные переговоры с высокопоставленными членами ООП. Осло был избран местом этих переговоров, потому что между социалистическими партиями Израиля и Норвегии с давних лет сложились близкие отношения. И Норвегия, которая уже давно радушно принимала деятелей ООП в своей столице, завоевала доверие главаря ООП Ясера Арафата. Возглавлял переговоры ныне покойный министр иностранных дел Норвегии Юрген Хольст, социалист, имевший давние связи с ЕС. Парадоксально, что ЕС предстояло стать моделью для построения мира между мусульманами и евреями. Парадоксально, хотя бы уже потому, что Европа является по преимуществу христианской и демократической. Вероятно, идея использовать ЕС в качестве модели мира для Ближнего Востока возникла среди американских экономистов в Гарвардском университете. В ноябре 1991 года, через месяц после Мадридской конференции по Ближнему Востоку, американцы свели вместе израильтян, арабских палестинцев, иорданцев, ливанцев, сирийцев и египтян в Гарварде на уникальном симпозиуме по экономическим последствиям ближневосточного мирного процесса. Американцы верили, что только экономическое процветание и сотрудничество могут преодолеть арабо-израильский конфликт вообще и израильско-палестинский конфликт в частности. Соответственно, на протяжении второй половины 1992 года израильские левые политики, экономисты и эксперты тайно встречались с представителями ООП в Каире и в Лондоне. Эти встречи привели к переговорам в Осло при непосредственном участии гарвардских экономистов. Сотрудничество между социалистами и представителями свободного рынка высвечивает главенствующую роль экономики в ментальности демократического мира. Рассмотрим эту ментальность. Хотя термины «социал-демократы» вместо «социалистов» и «либеральные демократы» вместо «сторонников рыночных отношений» могут быть более точными, они затушевывают центральную роль экономики. Само собой разумеется, что рабочая партия Израиля находится под влиянием марксистского образа мысли. То же самое можно сказать о бесчисленных «объективистов», в кавычках, лишенных ценностной шкалы ученых-обществоведов, будь то социалисты или нет. По Марксу, конечная причина человеческих конфликтов не заложена в человеческой природе в виде эгоизма и самопредпочтения, но в недостатках внешнего характера, точнее, в экономических недостатках. Природа не дает достаточно для удовлетворения человеческих потребностей. Экономическую нужду, однако, можно преодолеть, победив природу при помощи научных технологий. Отсюда экономический или технологический подход к разрешению конфликтов между людьми. Маркс, тем не менее, утверждал, что экономическому решению конфликтов должна предшествовать политическая революция насильственного характера. Коммунисты должны захватить государственную власть и аннулировать частную собственность. В менее развитых государствах индустриализировать страну, создать трудовые армии для сельского хозяйства и перевести сельское население в городские центры. В конечном счете, это корпоративное государство исчезнет и уступит место истинной демократии, где мужчины и женщины будут вдохновляться братским бескорыстием. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Из работы Маркса «Экономические и философские рукописи» мы узнаем, что история достигает своей цели в полном и сознательном возрождении человека как социального, то есть человеческого существа. Конец цитаты. Тогда человек станет полностью, цитата, сознательной особью, то есть существом, относящимся к своему виду, как к своей собственной сущности. Конец цитаты. Если этот утопический аспект марксизма неприменим к Ближнему Востоку, то что сказать об экономической модели Ближневосточного мира? Маркс был достаточно реалистичен, чтобы знать, что прекращению международного конфликта должны предшествовать глубокие политические и психологические перемены. Такие перемены на Ближнем Востоке сделали бы необходимой радикальную трансформацию политико-религиозного характера исламского мира. Однако ислам вовсе не собирается исчезать по примеру советского коммунизма. В отличие от марксизма, ислам не политическая идеология, а сердце гордой цивилизации, насчитывающей 1300 лет. Можно утверждать, что исламские режимы способны к восприятию научных технологий без марксистской демократической революции или пацифизма, заложенного в Гоббсе. Нацистская Германия была развита в научном и технологическом отношении более чем любая страна в мире. Но давайте заглянем еще глубже в экономическую модель мира на Ближнем Востоке. В марксизме заложено предположение, что продукты человеческого сознания как политические и религиозные идеи не имеют самостоятельного статуса. Маркс называл такие идеи фантомами или идеологическими рефлексами. Цитата. «Фантомы, образующиеся в мозгу, привязаны к материальным предпосылкам. Мораль, религия, метафизика, вся прочая идеология и соответствующие им формы сознания таким образом более не сохраняют и признака независимости». Конец цитаты. В теории Маркса ясно видна доктрина историцизма или исторического релятивизма, которая до сих пор пронизывает систему высшего образования Запада. Но если формы сознания в кавычках являются попросту рефлексами материальных данных в кавычках, они должны быть привязаны к месту и времени? Иными словами, если идеи всего лишь отражают экономический способ производства, меняющийся от эпохи к эпохе или различающийся от одной страны к другой, то из этого следует, что политические и религиозные идеи наций не имеют самостоятельной, присущей им ценности. Измените их экономические условия, и вы измените их идеи. Отсюда и экономическая модель ближневосточного мира. Приоритет экономики по отношению к идеологии у Маркса соответствует главенствующей роли страстей по отношению к мысли у Гоббса. Гоббс пишет «Мысли для желаний, как разведчики и шпионы, которые прочесывают иностранную территорию и находят путь к желаемому». Конец цитаты. Более того, цитата, «То, что является предметом вожделений или желаний человека, то он и называет добром, а предмет его ненависти или отвращения – злом. Ибо слова эти «добро» и «зло» всегда употребляются относительно человека, их употребляющего. Нет ничего, что было бы просто и абсолютно таковым. «Нет общего правила добра и зла, которое могло бы быть взято из природы самих предметов, но из личности человека, где нет общего блага». Конец цитаты. Едва ли можно сформулировать доктрину морального релятивизма более четко и лаконично. Профессор Аллан Блюм и другие показали, что релятивизм доминирует в системе образования демократических стран. Естественно поэтому, что релятивизм оказывает влияние, пусть и незримое, на ментальность и политику демократических политических деятелей. Релятивизм отрицающий истинность любой системы моральных и религиозных ценностей поощряет гедонизм или главенство экономики и материальных ценностей. Та же доктрина, уравнивающая все идеологии, охотно предоставляет себя политике «разрешение конфликтов» в кавычках и тем подразумевает, что нет такой идеи или идеологии, для которой стоило бы умирать. По гопсу, мир любой ценой. Релятивизм имеет опасные последствия на Ближнем Востоке. Поскольку эта доктрина размывает религиозные убеждения, она порождает презрение и враждебность к Западу со стороны ислама, что подчеркивается в работах профессора Хосейна Насра, глубоко эрудированного мусульманского выпускника Гарварда. Мусульмане рассматривают Израиль как бастион Запада. Израильская академическая и политическая элита, будь то социалистическая или либеральная, находится под сильнейшим влиянием релятивизма. Но их релятивизм затушован нивелирующим интернациональным или светским гуманизмом. Следуя Марксу, либеральные социалисты считают национальное государство переменчивым продуктом истории. Их израильские единомышленники стали «постсионистами» в кавычках. Гад Якоби, бывший посол Израиля в ООН, заявил в Гарварде, «Нет такой вещи, как еврейская земля. Есть лишь еврейский народ». Это не было случайной оговоркой. Даже само определение «еврейский» превратилось для постсионистов в помеху. Так профессор философии Калевивского университета Аса Кашер, которому правительство Рабина поручило написать новый текст присяги для армии обороны Израиля, выбросил из него не только слово «сионизм», но и фразу «любовь к земле» и даже «иудаизм». При рассмотрении в этом свете целью экономической модели миротворчества является ускорить конец идеологии в кавычках на Ближнем Востоке. Профессор Гарварда Даниэль Белл в своей работе, написанной в 1961 году, связывал это явление с Западом. Здесь требуется краткое отступление. Белл приписывает конец идеологии, успеху капитализма и благотворительного государства. Господство богатого общества потребителей практически уничтожило классовые конфликты. Массы невозможно больше зажечь утопическими идеями. Они заняты комфортабельной жизнью, наслаждаясь плодами науки и технологии в процветающей рыночной экономике. Капитализм и социализм слились. Русский религиозный философ Николай Бердяев определял социализм как более справедливое распределение буржуазного духа. Он видел как в капитализме, так и в социализме разлагающее для религии начало. Мы снова на Ближнем Востоке. Чистый капитализм в противоположность религии утверждает, что человеческие страдания и конфликты можно преодолеть при помощи богатства наций, созданного политикой экономического невмешательства и свободы наживы. Частные пороки – частные барыши. Адам Смит объявил, что войну можно заменить экономическим соревнованием. Из этого можно сделать вывод, что война во имя какой-то идеологии иррациональна. Такова позиция Шимона Перса. По его собственным словам, войны зарождаются в матке ошибки. Отсюда, как и у Гоббса, нет такой вещи, как справедливая война. Очевидно, что идея разрешения конфликтов, в кавычках, связывает капиталистов и социалистов. Это родство распространяется еще дальше. Поскольку капитализм поощряет наряду с алчностью международные корпорации, он имеет свойство размывать патриотизм. В ходе апрельской пресс-конференции 95-го года президент Клинтон жаловался на американских миллиардеров, которые отказывались от гражданства. Хотя капиталисты могут быть меньшими космополитами, чем социалисты, они все же заявляют, что свободная торговля преодолевает идеологические и международные конфликты. Торговля наводит мосты. Социалисты соглашаются. Отсюда Европейский Союз. Но Европа – это не Ближний Восток. Гомоэкономикус может править в Европе, где христианство секуляризировано. Но большинство обитателей Ближнего Востока следует классифицировать как гомо-религиозус. Ожидать от арабо-исламского Ближнего Востока, что он поддастся экономизму и потребительству Запада, значит ожидать от более чем 20 режимов, что они сами себя уничтожат. Едва ли это можно считать ближней перспективой. Экономическая стратегия, которая не придает значения политико-религиозному измерению мусульманско-еврейского конфликта, не является адекватной основой для миротворчества. Кроме того, некоторые арабские авторы, включая египетских, утверждают, что экономическое сотрудничество – это стратегия, при помощи которой Израиль стремится доминировать на Ближнем Востоке. Акба Али Сале писал в крупнейшей саудовской газете «Ашарк Аль-Асват», что слияние технологически отсталой экономики с экономикой хай-тек неизбежно ведет к господству последней, имея в виду Израиль. Следует отметить, что если в 1960 году общий валовой национальный продукт ВНП Египта, Сирии, Ливана и Иордании превышал израильский в три раза, то к 1970 году это соотношение упало до двух к одному, а в конце 80-х цифры сравнялись. В 1995 году 5 миллионов израильтян производили продукции более чем на 70 миллиардов долларов, в то время как 70 миллионов египтян, сирийцев, ливанцев и иорданцев производили продукции на 68 миллиардов долларов. Если эти тенденции сохранятся в следующем десятилетии, израильский ВНП в конце концов вдвое превысит ВНП своих соседей. Сопоставьте эти данные с другими. Арабские государства истратили 58 миллиардов долларов на одни лишь конвенциональные виды вооружения за период с января 91-го года до июля 93-го года и станет ясно, что идея экономического решения мусульманско-еврейского конфликта попахивает светским мистицизмом. Действительно, в марте 79-го года Израиль и Египет подписали мирный договор. Однако торговля между обеими странами если и существует, то в минимальных масштабах, но этим дело не ограничивается. Покойный министр обороны Израиля Мардыхай Гур сообщал, что Египет всячески старается вытолкнуть Израиль из ближневосточной экономики. Более того, бывший генеральный директор Министерства обороны Израиля генерал-майор в отставке Давид Иври заявил, мир с Египтом это не мир, практически это прекращение огня. Иври предупреждал, что «Египетский президент Хосни Мубарак не создал никакой египетской заинтересованности в продолжительном существовании Израиля». Конец цитаты. «Массивный рост египетской армии, сказал генерал в отставке Матан Вильной, показывает, что Египет становится самым опасным врагом Израиля». В самом деле, незадолго до Мадридской конференции 30 октября 1991 года, на которой Израиль встретился с Сирией, Ливаном и Орданией и доверенными лицами ООП, Египет вместе с Сирией, Ливаном и Орданией и ООП и пятью-десятью семью другими арабо-исламскими странами принял участие во встрече в Тегеране, где они подписали резолюцию, призывающую к уничтожению Израиля. Словно Египет никогда не подписывал мирного договора с Израилем. Возможно, подписание Иордании Тегеранской резолюции было рассчитано на «внутренние» в кавычках цели. Покойный король Хусейн прекрасно знал, что существование его режима зависит в основном от Израиля, учитывая территориальные амбиции Сирии. В любом случае, мирный договор, подписанный Иорданией с Израилем в 1994 году просто формализовал фактически существовавшее политическое сотрудничество, которое давно было частью политики обоих правительств. И это при отсутствии экономических отношений. Следует помнить, однако, что Иордания имеет высочайшее обязательство перед Лигой арабских стран, которая, судя по материалам Тегеранской конференции, как и по более поздним свидетельствам, остается преданной идее уничтожения Израиля. Сноска Перес раньше придерживался следующего мнения об арабах. Цитата «Никакой компромисс не может их удовлетворить. Целью арабов является уничтожить Израиль, а не изменить политическую ситуацию». Говоря о короле Хусейне, а это применимо и к его преемнику, Перес признает, что в то время, как для Иордании жизненно важно избежать войны, власть ее монарха проблематична. Цитата «Король не президент и не премьер-министр. Его власть происходит не из всенародных выборов, а из титула, унаследованного от отца. Его мысли и энергия по большей части неизбежно направлены на то, как эту власть сохранить». Конец цитаты. Вдобавок к потенциальной угрозе со стороны Сирии и Ирака иорданский монарх не может даже рассчитывать на поддержку основной массы своего населения, две трети которого составляют «палестинцы» в кавычках. Значительно больше, чем в 70-м году Иордании угрожает давление так называемых «иридентистов», разжигаемое засевшей в Ерихоне ООП. Наконец, до того, как Перес занялся «политикой мира» в кавычках, которая, благодаря арабским голосам и пятью арабским депутатам в Кнессете привела его партию к власти в 92-м году, он предупреждал «королевская должность может быть пожизненной, но монархи не бессмертны, и Ордания может основывать свою безопасность на формулировках документа, но Израиль не может основывать свою на короле». Конец цитаты. Очевидно, многие западные эксперты игнорируют или сводят к минимуму значение того факта, что Израиль, щеголяя обликом светского демократического государства, представляет собой угрозу политико-религиозным властным структурам арабо-исламских режимов. Нет ничего более унизительного в отношении к арабам, чем представление западных политиков и интеллектуалов, будто арабы-мусульмане готовы предать свое наследие или пожертвовать своими религиозными убеждениями ради экономической похлебки. Запад гордо выступает в качестве патрона мира на Ближнем Востоке, которому он продает огромные запасы самого современного оружия. Странно, что Запад, ненавидя войну, сам погружен в насилие. Возьмите США, в то время, как убийства происходят ежедневно в столице и в других американских городах, живущих по тем же законам, американская политическая и интеллектуальная элита предлагает экономическую панацею для мусульманско-еврейского конфликта. Торговля, возможно, наводит мосты, но человек жив не хлебом единым. Франция, Германия были величайшими торговыми партнерами перед франко-прусской войной, как и Россия и Германия перед Первой и Второй мировыми войнами. Националистические и империалистические интересы преобладают над интересами экономическими. Для Ближнего Востока имеет особое значение ранее упомянутый доклад Британской комиссии Пиля от 1937 года, где сделан вывод, что еврейское влияние на повышение арабского благосостояния в Палестине лишь усилило арабскую ненависть. То же самое повторилось после 1967 года, когда Израиль взял под контроль Иудею, Самарию и Газу. Благодаря израильской экономической и технологической помощи не только арабские доходы в этих районах возросли в четыре раза, но правительство создало там больницы, оздоровительные центры, начальные и средние школы и университеты. Но как можно было предсказать, неожиданным это было лишь для парамарксистов и наивных капиталистов. Эти школы и университеты превратились в рассадники мятежа. Но рассмотрим случай наиболее обширного арабо-израильского экономического сотрудничества. Представление работы в Израиле более чем ста тысячам палестинских арабов связывает эти две экономики и приводит людей из обеих общин в ежедневное личное соприкосновение. Тем не менее, этот ежедневный контакт не преодолел арабской неприязни к Израилю и возможно даже способствовал Интифаде. Не менее характерны взаимоотношения между Грецией и Турцией старыми врагами, которые живут в мире вот уже более семидесяти лет. Цитата Два соседа оба члены НАТО имеют экономики, которым следовало бы дополнять друг друга, поскольку турецкий текстиль можно обменивать на греческие промышленные товары. Однако их товарообмен в 92 году составлял жалкие 250 миллионов долларов, меньше семидесятых от общего торгового оборота каждой из двух стран. Конец цитаты. Идеологическое значение таких данных не доходит до секуляристов, зараженных социалистическими и капиталистическими идеями. Их скрытое презрение к исламу столь велико, что секуляристы, всегда задававшие тон в современном государстве Израиль, неизменно сводят на нет наиважнейший, то есть религиозный аспект арабо-израильского конфликта. Арабский комментатор, чье высказывание вынесено в эпиграф к этой главе, сформулировал это так. Пропагандисты секуляризма, сбрасывающие со счета религиозный фактор в палестинской проблеме, не хотят видеть, что это единственная кость раздора в мире, которая пережила тридцать веков. Конец цитаты. Этот арабский автор, как и многие другие, которых можно процитировать, не считает ни экономику, ни территории решающими факторами в мусульманско-еврейском конфликте. Примечательно, что его заявление было сделано еще до того, как Израиль в шестьдесят седьмом году взял в свои руки контроль над Иудеей, Самарией, Газой, над Синаем и над Голландскими высотами. Гордые своим наследием мусульмане считают светское демократическое государство Израиль форпостом западного декаденства. Стереть это государство с карты Ближнего Востока является политическим и религиозным императивом. И хотя между мусульманами могут существовать разногласия относительно того, как и когда это следует сделать, их конечная цель одна и та же. Анвар Садат сформулировал это следующим образом в своем интервью газете «Аль-Анвар» 22 июня 75 года. «Наше правительство стремится вернуться к границам 67 года. Затем следующее поколение возьмет ответственность на себя». Конец цитаты. Но и это еще не все. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» 19 октября 80 года Садат похвалялся «Бедный Минахем Бегин У него свои проблемы В конце концов я получил обратно Синай и нефтяные поля Альма А что получил Минахем Клочок бумаги» Конец цитаты Год спустя после подписания мирного договора с Израилем в марте 79 года Садат угрожающе заявил «Несмотря на нынешние разногласия с арабскими правителями стран отказа в кавычках по поводу египетской мирной инициативы остается бесспорным что это разногласия тактические а не стратегические временные а не постоянные» Конец цитаты Садат также сказал «Страх это подкожный слой каждого израильтянина или еврея кое-кто может пренебречь этим заявлением расценив его как проявление арабской заносчивости но если мирный процесс начатый правительством Рабина Переса и продолженный его преемниками действительно диктуется гопсовым страхом насильственной смерти скрытым за парамарксистскими обещаниями ближневосточного процветания то эта авантюра может приблизить катастрофическую войну и она будет иметь страшные последствия для Израиля до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор